Саша, привет! Привет, Лен. Мы рады быть в этом легендарном саду. Сегодня мы хотим продолжить разговор об обрезке и поговорить о том, как формировать деревья лиственные, а не хвойные. Хвойные, понятно, что это вот, скажем так, всегда зимой пик декоративности в саду, но тем не менее получается, что и лиственные, если они правильно сформированы, хорошо обрезаны, то они также имеют структуру, форму, и вот то, что мы видим в этом саду, выглядит потрясающе. Да, Лен, я абсолютно согласен. При грамотной формировке даже лиственные деревья и кустарники могут выглядеть намного выигрышнее, чем хвойные растения. Саша, ну здесь мы видим девичий виноград, обычно это сорное растение, но здесь он как-то красиво сформирован и прям подчеркивает архитектуру дома. Да, ты права. К сожалению, многие высаживали раньше и с года в год за ним не ухаживает, то он приходит в такое прям не очень красивое состояние. Он здесь также был у нас заросший, такие прям дебри были. Мы его подформировали в виде таких вот вертикальных кордонов. Как раз играет солнце и хорошо видны тени от наших кордонов. Со временем эти кордоны, они будут еще мощнее, с каждым годом все толще и толще, и будут появляться вот такие вот маленькие обрастающие веточки. Тем самым у нас летом это обычная просто зеленая стена прямоугольная, а в безлистном состоянии, пожалуйста, вот такая вот будет красота. Графика стволов, структура вот этих маленьких веточек будет очень-очень актуально играть. И элементы у нас этого винограда повторяются на разных фасадах, да, и перед входом. Да, у нас перед входом в дом тоже вертикали, и там еще арка. А где корни у нас спрятаны? Корни? Корни где? Корни вот там у нас находятся. Данная формировка позволяет за ним очень-очень легко ухаживать. У нас центральный кордон и боковые веточки. Боковые веточки, даже если кто-то не умеет с ними обращаться, можно просто состригать на одном и том же уровне, и с года в год они будут абсолютно идентичны. То есть, когда форму придал мастер, да, единожды эту поддерживать уже очень легко? Да, абсолютно верно. Супер. Очень красивое решение. И простое, доступное, мне кажется, практически всем. Абсолютно легко, просто... Саш, ну здесь совершенно изумительный клён Генала. Ну, во-первых, он, конечно, любимица многих и мой в том числе. Но здесь мы видим удивительную обрезку. Мы часто видим в Европе платаны, застриженные вот подобным образом. Там прямо на концах вот такие вот шишки красивые. Все такое структурное, архитектурное. Рассказывай, как добиться такой красоты? Вид обрезки называется палардинг. Палардинг заключается в том, что мы ежегодно весь молодой прирост, который у нас отрастает годовой, мы его полностью срезаем на том же месте, как и в прошлом году. Оставляем буквально 5 миллиметров. А когда это происходит? Мы его обрезаем в зависимости от пожелания, от идеи, либо весной, либо осенью. В данном случае нам нужна именно графика, структура скелетных ветвей, поэтому мы его обрезаем осенью. Нет ничего лишнего, только скелетные ветви. Со временем они будут обрастать. За счет такой обрезки мы добиваемся не просто структуры, но и объема. Обычно у нас в зимнем саду в основном преобладают хвойные растения, они такие массивные. Но за счет такой обрезки, формировки, даже лиственные деревья, кустарники, они у нас могут прям бросаться в глаза. Здесь у нас представлено такое растение, как корилоса вилана, лещина обыкновенная. Мы ее формируем также по лардингам. Суть заключается в том, что мы полностью обрезаем весь молодой прирост, и опять же вот здесь образуются такие вот головешки. Растение получается у нас массивным, объемным. Такой вид обрезки как раз актуален для некоторых сортов и видов растений. Допустим, клёный синелистный, сорт фламинго и ива хакура нишики, у них молодой прирост розового цвета. Вот как раз за счет такой обрезки у нас получается довольно-таки сильный, мощный прирост. Эффект вот этого розового цвета, он довольно-таки продолжительный. Также благодаря такой обрезке можно и порадовать сад зимний цветом молодых побегов. Допустим, можно обрезать иву, дерен. У них очень ярко выраженные побеги красного цвета, желтого цвета. И сейчас вот недавно появилась еще липа, winter orange. У нее тоже молодые побеги абсолютно такого оранжевого цвета. В данном случае мы формируем нашу лещину с осени. За счет этого у нас хорошая красивая структура и довольно-таки хороший объем у растения. А вот, допустим, дерен и иву можно обрезать весной. Мы за счет этого оставляем молодые побеги. Они у нас полностью всю зиму работают на цвет. Саша, ну здесь мы видим яблоню, да? И хозяйка нас даже угощала вкуснейшим вареньем из израильских яблочек. Обычно яблоня, она какая-то такая бесформенная. Ну, яблоня, яблоня. А здесь также она красиво сформированная под шар. За счет обрезки мы добиваемся не только формы, но и цветения. Цветение, соответственно, плодоношение. Друзья, и еще у нас есть, кстати, мастер-классер Александром на канале об обрезке яблон. Смотрите обязательно. Саша, ты когда делаешь уход, наверняка ты не просто приходишь вот с ножницами. Наверняка смотришь на какой-то такой образ и на композицию, да? И уже исходя из этого начинаешь свою работу. Да, конечно, можно просто сдерживать форму, либо просто их застригать. Но тогда мы потеряем суть композиции. Здесь вот у нас, допустим, вот эта вот композиция. У них три видовые точки. Вот эта композиция. Одна видовая точка вот с этой стороны. Там у нас скамейка стоит. Да, здесь скамейка. Там вот у нас крыльцо дома. И дальше за нашей спиной там балкон. И абсолютно вот три видовые точки. С каждой видовой точки должна композиция просматриваться. Это у нас пузыреплодник, да? Да. Оголенные стволы и легкая ажурная крона. Здесь вот у нас принцип формирования, немножко отличный от палардинга. Здесь мы оставляем молодой прирост, но прирост, который был чуть-чуть выше, мы его полностью срезаем, переводим на более молодые побеги. При этом мы тем самым омолаживаем растение. Оно у нас легкое ажурное. И у него есть молодые почки, молодые побеги. И сдерживаем рост таким же образом. Саш, ну здесь мы видим изгородь из лип, очень красиво сформированные и также фактурные. Здесь у нас шесть лип, выстроенные в ряд. С одной стороны у нас подъездная дорога, что-то вроде, наверное, имитации аллеи. А с другой стороны это просто как живая изгородь. Она раньше была свободной, организовывала пространство в саду. Но в свое время они начали перерастать. Так как эти липы у нас семенного происхождения, то немножко там разные гены. Габитусы, да. Габитусы, да. На генном уровне они так же, как и дети, абсолютно все разные. Кто-то выше, кто-то ниже. Поэтому пришлось их немножко подрезать, уравнять. Ну и начали формировать в виде шаров. Им лет 20, да, я понимаю, или больше, наверное? Им, я так думаю, что побольше. И последние сколько лет ты с ними работаешь? Последние три года. Последние три года сейчас, конечно, приходится заполнять некоторые пространства, перенаправлять ветви. Потому что где-то слишком густо, где-то не хватает. Липа довольно-таки пластичный материал. Вот с ней работать просто одно удовольствие. Выбираете липу и формируете. Да. И самое главное... И лучше, наверное, сортовые выбираете. Лучше сортовые, совершенно верно. Потому что это клоны, они абсолютно-абсолютно идентичны. Особенно, если вы делаете аллею, либо какие-нибудь просто регулярные сады, где-то топиарные формы. Не придется мучиться. Да, да, да. А так вот здесь даже мы их обрезаем, в принципе, два раза за сезон. Одна обрезка, опять же, либо осенью, либо весной, без разницы. Вторая обрезка у нас происходит летом. Летом они отрастают, немножко такие пышные. Мы их чуть-чуть причесываем. И вот даже сейчас мы ее осенью не обрезали, но даже в таком виде она абсолютно хорошо выглядит. Саш, ну здесь ивы, прям как кораллы выросшие среди сада. Да, это точно. Здесь немножко другая обрезка, другой принцип обрезки. Здесь даже оставляем сухие элементы, мертвую древесину. Здесь работает структура, структура именно ветвей. Это вот масса. Здесь мы обрезаем каждый год, оставляем буквально там по 5 сантиметров от молодого прироста. Тем самым она по чуть-чуть, по чуть-чуть нарастает. Абсолютно верно, как ты сказала, похоже очень на кораллы. Каждый год по чуть-чуть, по чуть-чуть, больше, больше, больше. И боковые вы все убираете, да? Боковые здесь стволы абсолютно голые, только-только вот наверху. Данная обрезка можно делать, обрезать либо осенью, либо весной. Тут уже в зависимости от ваших пожеланий. За счет весенней обрезки мы всю зиму будем любоваться такой вот огромной метелкой молодых приростов. Если же обрезать осенью с осенью, то вот у нас вот такая вот структура. Любоваться кораллами. Да, да. Любая ива подходит под такую обрезку? Ну, здесь у нас ива ломкая. В принципе, если мы будем выбирать какие-то крупные, довольно-таки сильно рослые растения, то можно, но лучше тогда с молодых формировать. Потому что если мы начинаем переформировать большие растения, то это для растений, конечно, не очень хорошо. Стресс, да? Да. Саш, ну, здесь на входе мы видим такую интересную композицию. Это дерен, да? Да. И как раз вот к разговору о декоративности коры и цвета зимой, да, мы видим, что подбеги вот у этого экземпляра такие светло-зеленые, а ты стоишь прям вообще ярко-ярко красным. Да, совершенно верно. Здесь мы формируем дерен в разных абсолютно размерах. Это у нас будут зонтики в будущем. И здесь вот молодой прирост, он довольно-таки яркий. Кора уже старая, она, конечно, теряет уже цвет свой. Поэтому можно формировать либо полностью у земли год через год обрезать. На пенек прям фактически. Да, на пенек. У нас там оставляется 5-10 сантиметров. И отрастает тогда мощная такая метелка из молодых побегов. И она вот будет такая вот яркая. Либо в данном случае мы формируем разного объема. Можно тоже, как бы это у нас будут зонтики, но при этом обрезать их наверху. Мы обрезаем наверху. У нас вот эта вот часть будет абсолютно яркая, молодые побеги. И тем самым у нас будет и форма, и цвет. Саша, ну здесь мы видим солитер в виде липы. Красиво сформированная. Насколько понимаю, ты ее также уже взял во взрослом возрасте. Поэтому еще есть над чем трудиться. Здесь мы формируем, тоже структурируем. Все ветки у нас направлены горизонтально. Стараемся. И да, есть еще над чем поработать. Тут у нас пары в ветве еще немножко там пересекаются. Я их сейчас могу, конечно, обрезать. Но тогда у нас получится такое вот пустое пространство. Поэтому я их по чуть-чуть, по чуть-чуть обрезаю. Увожу на боковые ветвления. Но при этом у нас вот такая вот хорошая структура. Даже в безлистном состоянии дерево выглядит красиво. Очень фактурно. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вам оно понравилось и вы хотите сказать нам спасибо, оставляйте комментарии, рекомендуйте наше видео друзьям. Нам очень нужна ваша поддержка. В следующих выпусках мы покажем полный обзор сада архитекторов Михаила Судакова и Марии Ожерелевой. Подписывайтесь на нас и жмите колокольчик, чтобы не пропустить. Продолжение следует...